Девушки отдыхают Доброе утро, друзья! Добренькое утречко! Сегодня очередной день в Стамбуле. Прекрасная погода. Мы проснулись вовремя, как и планировали, потому что у нас очень интересный день впереди, который мы даже немножко продумали заранее. Ну что, двигаемся дальше? Собираемся, идем завтракать и едем по планам. Вперед! Понедельник, утро. Улица Электриков, на которой мы живем. Там закипело, народ ходит, что-то грузит, работает. Ну, кто-то чай пьет. Честно говоря, все пьют чай. Кто-то прям целенаправленно, кто-то между телом, но все пьют чай. Мы попали в это заведение. Это по всем рейтингам, типа, самое топовое место, самое лучшее место для завтрака в Стамбуле. И это подтверждает факт того, что сюда ходит не только много туристов, но реально еще больше самих жителей Стамбула. Здесь все сделано по принципу буфета. Спасибо. Здесь все сделано по принципу буфета. То есть ты приходишь, заказываешь всякие вкуснятины, и тебе потом их выносят. Также здесь можно набрать прекраснейших продуктов себе домой. Вот, например, я взял итальянское салями, суджук, свежайшие овощи. Могут сделать омлет, что, в принципе, сейчас и сделают там. Сэндвич, свежевыжатые соки. Ну, прям отличное место и, ну, вроде бы, даже вполне приятный ценник. Я, правда, не знаю, сколько это, опять же, выйдет в конце. Это будет, как всегда, загадкой для нас. Но уже это выглядит просто и красиво, и очень вкусно. Мы будем начинать. Я вот прям оливочки хотел, вот с такой начинкой. И баклажан. А хлеб приносят всегда бесплатно. Теплый и хрустящий. Белиссимо. Вот это, я понимаю, завтрак. Ваше здоровье. Приятного аппетита. Напомню, место называется Намли. Гурме. Вот оно. Это буквально на набережной. Каракей. Потому что вот уже, собственно, и набережная. Прекрасное, потрясающее место. Это вышло у нас, конечно, 225 лир. Вот. Ну, для завтрака, наверное, да, многовато. Но было, было очень вкусно. Было очень много. Было ярко. И место хорошее. Чистое, и душевное, и без спешки. Такое семейное, хорошее место. Поэтому, если особо не жалко денег на одно какое-нибудь яркое впечатление, да, это хорошо. Вот. Мы позавтракали, и нам пора выдвигаться в новый интересный, фантастически красивый день. Вперед! В общем, Купили мы билеты на Принцевые острова. Билеты стоили 16 турецких лир в одну сторону для одного взрослого человека. Есть четкое расписание, как идет паром. Плыть туда примерно часа полтора. Поэтому запасайтесь с собой водичкой, может быть, каким-то перекусом. И готовьтесь, что полтора часа вы будете смотреть на красивые берега турецкого Стамбула. Ну, в общем-то, мы на пароме. Здесь два этажа. Нижний этаж закрытый, верхний открытый. Но на верхнем, правда, не очень удобно сидеть. Там лавочки идут вдоль всего парома. И ты сидишь, смотришь вбок и на деревянной лавке без спинки. Не очень удобно. Снизу мягкие сидения. Есть бар. Я заказал турецкий кофе. 15 лир стоят. И к нему обязательно должны давать воду. Потому что сам кофе крепкий. Очень такой вязкий. Потом его хорошо запить водой. Вот так вот это все выглядит. Будем пробовать. Ну, ваше здоровье. Вообще желательно, наверное, чтобы он как-то осел. Он прям... Знаете, как сок с мякотью? Вот тут кофе с мякотью. Не знаю. Попробовать нужно. Но я такой дома делать не стал. Ну, все. Отдыхаем. Смотрим в окошко. Виды, конечно, сумасшедшие. Наслаждаемся. Приплыли на Первый остров. Смотрите, сколько воды сюда залезли. Потому что ей просто в пресной воде больше нет куда взяться. Колоссальное количество бутылок. И, кстати говоря, здесь есть уже небольшие пляжи. Я думаю, что летним, жарким днем здесь фантастически купаться. Чай в Турции – это вообще особый пульт. Здесь без него ни одно дело не делается. Ни важная встреча, ни приятный отдых. Собственно, в нашей обстановке, пока добираемся до островов, я тоже заказал чай. Три лиры. Мужчина-официант принес. Все поставил. Прямо на столик. Все хорошо. Очень удобно, очень классно. Чаи гонять будем? Что еще тут делать? Турецкий чай довольно вкусный, кстати. Все, добрались мы. Часа два ехали. Это, конечно, долгая поездка, но красивая. Если честно, можно быстрее. Например, если поехать на метро до ближайшего порта на берегу, именно на материке, да, а там уже на пароме, ну, там чуть-чуть ехать. Поэтому так по времени можно и быстрее уложиться. Мы сейчас на Принцевых островах. Это самый большой его остров. Бюйокаде называется. Наверное, правильно сказал. Значит, здесь нет транспорта, нет машин. И перемещаться нужно либо пешком, либо на велосипедах. Ну, кстати, такси тут есть. Не знаю, правда, оно из чего. Может, какие-то электрокары. Посмотрим. Я готовился к этому путешествию, к этой поездке сюда. Я скачал себе приложение Easy Travel. И на Easy Travel купил небольшую аудиоэкскурсию по этому острову. Я думаю, что мы сейчас воспользуемся. Она у меня загружена. Наушники. Включаем. И вперед. Вот эта вот башенка с часами стоит в самом центре городской площади и носит, ну, такую общую объединяющую роль. Это как фонтан в ГУМе. Кто потерялся, встречается здесь. Общие собрания проводят здесь. Время перед отплытием с острова проводят здесь. С 1800 какого-то года стоит. Ну, то есть довольно давно. И красиво, и красиво. И вот даже дверка маленькая есть, но туда не каждый пройдет. Здесь вокруг очень много ресторанов. Ну, в общем, это городская площадь. Здесь кипит жизнь. Давайте немножко углубимся отсюда далее по острову, чтобы посмотреть другие, более камерные места. Тут просто ничего не происходит. Мы ощутили реальный контраст с обычным городом в том, что здесь нет бензинового транспорта. Здесь сплошь электротранспорт. Во-первых, все очень тихо, и даже музыка ни у кого не играет. Вот, например, проезжаю, да? Здесь максимальный релакс и обалденно экологично. А еще раньше здесь было место отдыха всякой турецкой знати. Потому что здесь тихо, красиво и с видом на Стамбул, прямо на берегу моря. Сейчас эти резиденции забрали себе отели. Но, в общем-то, своего лоска они не потеряли. И здесь все еще выглядит это суперлюксово. Вон Даша кошку приручила. Ну, дорого-богато, конечно. Но вы посмотрите, какие деревья растут просто у кого-то на участке. Вообще нереально. Это же чье-то, просто вот чья-то вилла. Класс. Мы хотели сейчас проехать на транспорте, на электромобильчике таком. Нам сказали, типа, у вас есть Истанбул-карт? Мы такие, конечно, у нас две их. Ну, все, прикладывайте и садитесь. Прикладываем. А у нас там денег не хватает. Бомжи, бомжи, мы бомжи. Блин. Прикиньте, и все. Просто мы теперь будем ходить пешком, потому что пополнятора тут вот этого нигде нету. Как говорится, no money, no honey. Нет денег, ходи пешком. Собственно, вот еще одна достопримечательность. Ее видно только из-за деревьев в дом Троцкого, которого Сталин выдворил из Советского Союза. Он сгорел. Посмотреть его невозможно, кроме как увидеть из-за забора. Но у нас есть еще возможности. Субтитры сделал DimaTorzok Дисклеймер. Тут все дороги почему-то ведут в гору. Вот как бы нам так приехать, чтобы приехать и дальше с горы спускаться. Нет, они все идут в гору, при том в какую-то высоченную. я понимаю что это наверное дано нам свыше чтобы совесть нас не мучила во время кафешных посиделок типа мы свое отходили интересно что мы тут вообще одни вот мы идем по этому острову свернули с главной улице народу нет вообще жизнь немножко как-то утихла это мы еще сейчас в лес не зашли у нас маршрут выбран небольшой круг по острову не полностью а небольшой потому что пешком чуть зацепив лесную зону так вот посмотрим встретиться ли нам вообще кто-нибудь да ну ничего с горкой что ли дорога пошла да ну быть не может обман какой-то так хочу дашь ты встала черт я знал что что не может быть по-другому как же красиво у них мама миа да вы посмотрите а внутри-то как сад камней какой-то вообще красотища что-то вот как-то не видно людей которые задом кверху картошку с капустой копают обустраивают свои домишки облагораживают территории наслаждаются видами мне кажется у этих людей хорошо развиться чувство красоты чувство эстетики в общем мы одолели мне кажется все возможные подъемы на этом острове забрались просто на самый верх отсюда открываются виды на все возможные море на стамбул через море очень видно все и вот вам народная мудрость концерт чтобы легко и подгорку статус себе поставьте соцсети а мы налегке на расслабончике под горочкой спускаемся вниз мы нагулялись прошли достаточно большое расстояние большую часть которого мы шли в горку честно сказать я подустал и весь этот путь у нас занял почти что три часа по окончании нашего маршрута мы вышли так ну так получилось мы вышли прямо к пирсу и собственно пошли купить билеты на паром оказалось что он уже стоит и на него уже можно заходить в общем на финише нашего маршрута был паром сели это завтрака сэндвич который мы не осилили квас турецкий если вы понимаете о чем и мы отправляемся на восточную часть стамбула смотреть изучать и и потому что там мы толком еще не были чуть набегались на под солнцем по этому острову после такого перекуса длинной дороги меня что-то смотрела немножко вот вижу хорошо ай как хорошо ну что на пароме мы добрались до станции к дикой собственно это азиатская сторона стамбула мы вышли и пошли изучать как живут местные жители потому что туристов здесь ну чрезвычайно мало и и конечно в продолжение такого насыщенного дня но тут сели в каком-то из ресторанчиков называется раки и балык вот заказали балык ну рыбку миди в кляре сейчас чуть-чуть отдохнем под музыку релакс и пойдем наверное в сторону набережной потому что близится закат вот а пока что понаслаждаемся я конечно тут скумбрию полюбил вообще фантастика не знаю буду ли я весь дома но здесь это плав он обещал без костей вкусно хорошо с костями ладно мы трапездущись и вместе пойдем гулять потом после кафешки мы решили по этой же части по азиатской части стамбула дойти до берега и встретить заказ здесь потому что он как раз будет напротив нас мы нашли какой-то классный парк ну прям классный парк с кучей народу всякими тренажерами народ прилично отдыхает сидит на траве целом ощущение что это не азиатская сторона полноценная европа уютно чисто прилично цивильно супер вообще стамбул конечно очень меня удивил и превзошел мои ожидания мне прям заходит вообще все здесь такие вороны громкие ну вот собственный променад красотища камни пошли на камни вот так вот мы обустроились на камушках в первом ряду ну красотища собственно ходят лодки с той стороны мечети султан ахмед ая софия и весь исторический центр а мы просто кайфуем и наслаждаемся природой друг другом вот так вот здесь замечательно и тепло ох ничего себе у тебя там запасы будем пить вино и конфет на море и чтоб над головой качались кто-то это я когда-то спектакле играл у меня там zawaroy зародыша только зародыш пока еще не знаю что мы быть пить винишко в турции там более но уже представлял что хотя нет там было хотя нет нет я говорю там было буду смотреть на солнце там пить вино все все идеально короче складывается все как спектакль на моем качает там не было но это место рода в интернете я Ну вот, время уже около 9 вечера, мы сели на какой-то площади возле метро Шишаны, это район Галата, и нам открывается потрясающий вид на город, на залив Золотой Рог, на Ичете с той стороны. И в целом тут, ну довольно, как-то красиво все сделали, уютно, скамеечки, чисто относительно, народ гуляет, хотя воскресенье, нет, понедельник вечер, в целом хорошо. Ну Даша взяла, как это называется, Даша? Каштан. Каштаны жареные на улице взяла, ну типа турецкая уличная еда. Скажи пока, Глеб. Вот, так что сидим, отдыхаем, смотрим на город. О, собаки там друг другом утузят. Видно вам? Кажется, это их территория. Как бы нас не прогнали отсюда. Вот, хорошо здесь в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok